Когда настанет конец света? Эта проблема всегда интересовала и ветхосоветных людей. Мы помним видение воскресения из мертвых. Однако в Новом Завете апостолы, правда, интересуются иудеи. И Господь показывает, прежде всего, некоторые ограничения нашего знания, что когда будет конец света, когда будет второе пришествие Христа, когда будет момент страшного суда Господня, это не знают ни ангелы, не знают ни сын, но только отец. Это, кстати, важное место для понимания живоначальной троицы. Конечно, Господь, Бог наш Иисус Христос, Спаситель, Он по божеству, находясь в единстве с Отцом и Святым Духом, этим знанием бы мог обладать. Но Он по своему смирению, по любви к Отцу, уступает возможность Богу Отцу это знание творить. И точно так же, как Он был неспослан от Отца в Своем первом пришествии, чтобы проповедовать нам Евангелие, чтобы пострадать за нас и чтобы воскреснуть вместе с нашей человеческой природой, падшей, которая просвечается в Светном Воскресении, точно так же Он со смирением принимает волю Отца Небесного, чтобы снизойти уже с легионами ангелов во славе и идти судить мир. Если Господь проявляет такое смирение, сам Бог, Бог-Сын, то уж и нам подавно тоже мы должны с некоторым смирением относиться к этому знанию. Хотя Господь все-таки дал подсказки, дал подсказки апостолов, и подсказки эти отнюдь не веселые, что восстанет брат на брата, сын на отца, что будут люди горды, надмены, злоречивы, неблагодарны, нечестивы, пишет апостол Павел, что действительно будут войны, землетрясения, что горе тем, кто будет кормящей матери в эти дни. Много в разных Евангелиях и в апостольских посланиях мест, которые мотивируют. Но если мы посмотрим, а сейчас что не происходит? Войны, землетрясения, сейчас не происходит ссор внутри семьи, когда брат на брата, сын на отца. О чем это говорится? О том, что каждый человек, который способствует злу, он переполняет чашу терпения Божия. И Господь, правда, может прийти. Прийти и начать судить мир. И это явление будет как уже в возвещении гласа архангела. Апостол Павел пишет к посланию фессалоникийцам. При гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвый во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся живы, вместе с ними восхищением будем на облаках, сретение Господне на воздухе. Это наше объединение с Богом. Еще если мы вспомним Евангелие от Иоанна, и то, что да, будет воскресение мертвых, воскресение кого-то, праведного человека, воскресение жизни от человека неправильного, увы, воскрешение суда, страшного суда, то мы поймем, что нам важен не конец всего света, не когда будет небо свернуто, вот этот образ, образ вселенной, которая сейчас расширяется, что она наоборот будет сжиматься, сжиматься и войдет вот в эту обратную точку, и все предстанут уже в мире духовном перед Христом. А для нас все-таки важно, когда будет конец света для меня. И не момент моей смерти, а вот я через приближение ко всем этим ужасам, ненависти, вражде, злобе, несчастье для других людей, которые я делаю, не будет ли это для меня приближением конца света? Или все-таки я буду конец своего личного света, своей смерти, своей возможности встречи с Господом ждать с такой же радости, как праведники ждут радости вот этой архангеловой трубы и встречи со Христом, грядущим на облаках?